Говорит Черкесск В студии с вестями Республики Рита Нерова. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Карачаево-Черкесия вошла в топ-10 регионов по производству газировки. В Тибердинском национальном парке появится новый пеший эко-маршрут. В Черкесске пройдет городской интеллектуальный квест «Россия молодая». И в Республике прошел пятый межрегиональный фестиваль спортсменов-инвалидов Юга России и Всероссийского общества инвалидов по быстрым шахматам. Далее подробно. Снижена процентная ставка по программе льготной ипотеки на новостройки с 9 до 7% годовых. Получить льготную ипотеку можно до конца этого года. Максимальный размер кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов – 6 миллионов. Первоначальный взнос должен быть не менее 15%. Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 и 15 миллионов рублей соответственно. Карачаево-Черкесия вошла в топ-10 регионов по производству газировки. После ухода зарубежных компаний в России наращивают собственное производство. Так, за первые три недели июня количество увеличилось со 178 миллионов бутылок до 200 миллионов. Лидерами по производству являются Ставропольский край, Новосибирская область, Москва, Карачаево-Черкесия, Липецкая область и ряд других субъектов. Министр образования и науки Республики Инна Кравченко провела совещание по вопросу реализации национального проекта образования. Участники мероприятия доложили о готовности Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» и детского технопарка «Кванториум», планируемых к открытию в этом году в рамках реализации федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». Кроме того, обсудили нюансы участия классных руководителей и кураторов средних профессиональных организаций в классном марафоне в рамках проекта «Разговоры о важном». В Нижнем Новгороде прошла седьмая по счету конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Это первая в России конференция для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», а также развития российского высокотехнологичного экспорта и кибербезопасности. В мероприятии принимали участие около 6 тысяч человек из полутора тысяч компаний и 73 регионов России. В рамках деловой программы составилась 71 дискуссия, на которых выступили более 600 спикеров. Выставочная экспозиция составляла 4000 квадратных метров и 143 стенда с прорывными российскими решениями в области цифровых технологий. За несколько дней работы были подписаны десятки соглашений между высокотехнологичными компаниями и регионами, в том числе из Корчаева-Черкесии. Тему продолжит первый заместитель цифрового развития республики Инвер Кипкеев. Наша делегация встретилась с министром цифрового развития Махсудом Шедаевым и с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Обсуждались огромное количество сфер, которые на сегодняшний день являются такими передовыми направлениями для развития экономики Российской Федерации. Габоратория Касперского уделила должное внимание нашей просьбе о том, чтобы пройти обучение, провести мастер-классы. У нас в Корчаево-Черкесии мы их пригласили в гости. В начале июля у нас пройдет цифровая прокачка, где они обязательно примут участие. Центр «Мой бизнес» и социальная сеть ВКонтакте запускают программу поддержки предпринимателей по всей России. Она будет реализована в 84 регионах страны, в том числе и Карачаево-Черкесии. Предпринимателям республики, в частности, помогут продвигать информацию о своих товарах и услугах с помощью рекламных инструментов ВКонтакте. Кроме того, субъекты малого и среднего бизнеса могут получить купон на удвоение рекламного бюджета на продвижение в соцсети ВКонтакте на 3 и 5 тысяч рублей. Для получения поддержки необходимо записаться на онлайн-консультацию в оригинальный центр «Мой бизнес». Во второй декаде июля в Архизе пройдет бизнес-форум успешных предпринимателей и экспертов, посвященный столетию Карачаево-Черкесии, а также пятилетнему юбилею центра «Мой бизнес». В мероприятии примут участие субъекты малого и среднего предпринимательства, представители федеральных и региональных институтов развития и поддержки малого и среднего бизнеса, федеральные эксперты, представители предпринимательских объединений и бизнес-ассоциаций Северокавказского федерального округа. Пенсионный фонд перечислил пенсионерам проиндексированные с 1 июня выплаты. Всего индексация затронула выплаты 96 200 неработающих пенсионеров Карачаево-Черкесич, и пенсии в среднем увеличились на 1436 рублей. По словам заместителя управляющего оригинальным отделением пенсионного фонда Ирины Тамбиевой, с 1 июня проиндексированы все виды пенсии, выплачиваемые пенсионным фондом. Страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Повышены также по уровню индексации и выплаты, которые определяются, исходя из размера социальной пенсии. Это дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности, пострадавшим в аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В республике по прежнему периоду активности клещей на сегодняшний день зарегистрировано около 160 случаев укуса клещей, 59 из которых дети до 14 лет. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на основании результатов эпизоатологического мониторинга и анализа климатических и погодных условий, снижение численности популяции клещей в текущем году не прогнозируется. Для Карачаева-Черкесии важным фактором, ухудшающим эпидпрогноз, является соседство с неблагополучным в отношении заболеваемости Крымско-Конго геморрагической лихорадки Ставропольским краем. В настоящее время в республике продолжается окорицидная обработка эпидзначимых биотопов. Работы проведены на площади более 100 гектаров. Это 84% от запланированной территории детских летних оздоровительных учреждений. 3 кг отработанных батареек передал региональный Россельхозцентр на утилизацию в Минприроды Карачаева-Черкесии. Напомним, пункт приема уже использованных батареек открыт на территории информационно-консультационного центра Черкеска по улице Даватор, 86. Собранные батарейки передаются в министерство и в дальнейшем транспортируются на утилизацию в Челябинскую область. В Черкесске осталась презентация книги «Декоративно-прикладное искусство Карачаева-Черкесии», заслуженного работника культуры России и Карачаева-Черкесии «Мыла Пуговой». В издании рассказывается о традиционных промыслах и ремеслах народа в нашей республике, золотом шитье, о валянии войлока, ручном качестве, плетении изорогоза и художественной обработке кожи. Всего в книге описаны и возрождены 12 национальных ремесел. В Москве проходит фотовыставка с природными и культурными достопримечательностями Карачаева-Черкесии. Экспозиция с колоритными и интересными снимками природных красот нашей республики развернулась в комплексе «Дисковры-парк», а именно в торговом центре, который также выступает комьюнити-центром. Фотовыставка нового проекта о путешествиях по России на моречко нацелена на знакомство жителей и гостей комплекса с уникальными культурными и природными достопримечательностями региона, которые предоставляют самые широкие возможности для всесезонного туризма, спорта и активного отдыха. Экспозиция продлится месяц. Посетить ее можно до 25 июля. 29 июня в республиканской столице пройдет городской интеллектуальный квест «Россия молодая», посвященный празднованию Дня молодежи. В мероприятии примут участие пять десятков представителей молодежи среднего профессионального образования и вузов Черкеска. Участники пройдут станции с увлекательными заданиями об основных направлениях молодежной политики. Станции будут зашифрованы на специальной карте и участники будут их находить по наводкам. Молодым людям предстоит в командной игре побороться за звание лучшего знатока истории. Текущим летом в Тибердинском национальном парке появится новый пеший эко-маршрут протяженностью 5 километров. Маршрут с подъемом на высоту около 2200 метров над уровнем моря будет пролегать по живописным местам. Сейчас озера, расположенные на северных склонах хребта Муса Ачитара, можно увидеть только с канатной дороги. Но после открытия эко-маршрута впервые появится возможность подойти к одному из них. Как мы уже сообщали, курорт Архиз примет серию всероссийских соревнований по маутинбайку и трейл-раннингу. Уже в первых числах июля здесь стартует фестиваль горного бега. Различные состязания запланированы на август и сентябрь, рассказала пресс-секретарь акционерного общества Кавказа РФ Татьяна Поздеева. В течение лета курорт Архиз примет несколько всероссийских соревнований по горному бегу и маутинбайку. Первые пройдут уже в эти выходные. С 1 по 3 июля на фестивале Архизран пройдут забеги трейл-раннеров. Приглашаем всех присоединиться к большому спортивному празднику. Поожидаем больше тысячи участников и по опыту прошлого года могу сказать, что должно быть зрелищно и атмосферно. Дистанции пройдут по южному склону курорта и через массив горы София, через ее водопады, озера. И в том числе одна дистанция подготовлена по территории Тибердинского парка. Осенью пройдет еще одна серия забегов с 23 по 25 сентября. Там спортсменов будут ждать тропы по южным склонам хребта Бешира-Хуба и горные озера в его северной части. А в августе курорт примет чемпионат и Кубок России по маунтинбайку. Архиз соберет сильнейших спортсменов страны в дисциплине «Скоростной спуск». С 30 июня по 3 июля в Дагестане пройдут соревнования «Школа безопасности». Карачаево-Чикесию представят ребята из Урубского района, победители республиканского этапа соревнований «Школа безопасности». Сейчас они упорно готовятся к поездке в соседний регион. На базе Карачаево-Чикесского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзираева проходит отработка практических мероприятий. Напомним, ежегодные соревнования «Школа безопасности» проводятся для формирования у подрастающего поколения сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, закрепления практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях. С 1 по 3 июля текущего года на Софийской поляне Архиза состоится открытый чемпионат Карачаево-Чикесии по ловле рыбы спиннингом с берега, посвященном столетию образования Карачаево-Чикесии. Информацию комментирует директор Федерации рыболовного спорта Республики Сергей Бугаев. На данный момент на соревнованиях зарегистрировано 28 спортсменов и 10 судей. Спортсмены из городов Краснодар, Ставрополь, Минводы, Пятигорск, Сентуки, Черкеск и Владикавказ. Но регистрация еще не закрыта предварительная, поэтому спортсмены еще будут регистрироваться. Судейский состав уже скомплектован. Соревнование пройдет в дисциплине спиннинг с берега с запуском рыбы в водоем. Запускаться будет прудовая форель, так называемая радужная форель. И ловиться она будет по принципу, конечно же, поймал-отпусти. С крючками безбородыми, с наличием подсаков и так далее. То есть по всем правилам рыболовного спорта. Соревнование пройдет в два тура, в два дня, каждый день по четыре периода. Продолжительность периодов по 45 минут. Все это, конечно, будет очень зрелищно, интересно. Для начинающих познавательно. Так что новичкам советую приезжать, посмотреть. Для того, чтобы узнать подробности о этом соревновании, можно зайти на страничку ВКонтакте, которая называется Форум Федерации Рыболовного Спорта КЧР. Или на другой ресурс, который называется Ахтуба. Подробности можно узнать также по телефону 8 906 445 49 37. Или 8 988 912 75 55. Ну и последняя информация. В Республике прошел пятый межорегиональный фестиваль спортсменов, инвалидов Юга России, Всероссийского общества инвалидов по быстрым шахматам, приуроченных в Году людей с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятии принимали участие команды из 10 регионов Юга России, Краснодарского и Старопольского краев, Ростовской и Волгоградской областей, Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии, Алании, Чечни и Карачаево-Черкесии. В напряженной борьбе первое место завоевала команда Старопольского края. Хозяева турнира наша команда стала второй. И третье место завоевали шахматисты из Дагестана. Победители получили в награду медали, кубки и ценные подарки. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По данным региональных синоптиков, сегодня по республике переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 23 до 28 градусов тепла. В горах местами плюс 13-18. В республиканской столице без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до 28 градусов выше нуля. Таковы некоторые события республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова